Доброе утро! Время 6 утра. Я иду на маршрутку. Сейчас куплю воду и пойду на маршрутку. Вчера вечером, примерно в 12, я увидела, что появилось объявление в Минске Samsung S21 Ultra по очень хорошей цене. Продает он его за 2,100. Следующая цена, предыдущая цена 2,050. Там продается телефон без коробки. Следующая цена в моем городе, в Бобруйске, за 2,350. Потом цены идут по Беларуси 2,400-2,600. Цена очень хорошая, учитывая, что этот телефон он купил всего 2 дня назад. Предложила я ему обмен на iPhone. Не так давно выходил влог мой о покупке iPhone 12. С меня достаточно. Телефон мне этот абсолютно не понравился. Настолько неудобно, настолько некомфортно абсолютно все для того, чтобы совершить какие-то простые элементарные действия. Нужно тратить огромное количество времени на поиск информации в интернете. Поэтому я решила, проще будет мне его продать и по-прежнему снимать видео на S21. Несмотря на то, что по качеству съемки iPhone мне понравился больше. iPhone поставила на продажу, пользовалась им всего 2 дня. Также дала объявление в Минск, в город, чтобы сегодня поездка была максимально продуктивной. Сейчас жду маршрутку. Поспала всего 3,5 часа. И еду. Надеюсь, что все получится. Надеюсь, что не сорвется. Потому что бывает такое, что вроде приезжаешь, вроде договорился, потом выключают телефон. Не так давно я очень хотела купить этот телефон, но взвесив все плюсы, все минусы этой модели, так как телефон очень большой, весит он 228 грамм. У меня был из больших телефонов, которые я решила не оставлять, это но 20 Ultra, который весил 208 грамм. И в штативе при записи видео из-за такого веса, плюс большой чехол, я с ним выдерживала, и штатив все время шатался. Я просто боялась, что этот телефон уроню. Плюс этот телефон был такой более квадратный, с острыми углами. Пользоваться им было не очень удобно, потому что он постоянно становился в кармане, даже зимнего пальто, становился поперек. Ты садишься, упирается в живот, упирается в ногу. Было пользоваться неудобно. Но все равно мне этот телефон хочется купить. У меня его не было, плюс нот более квадратная линейка, а есть линейка более узкая и более закругленная. Плюс здесь закругленный дисплей. Вообще разница какой-то огромная между S21, S21+, и S21 Ultra особо нету. По DX Mark в S21 116 баллов, а в S21 Ultra 121 баллов. Разница не сильно существенная. Плюс там будет стеклянная спинка, блок камер другой. Плюс мне нравится цвет, в котором продается этот телефон. Но я понимаю, что, возможно, эта покупка, если рассуждать объективно, она мне и не нужна. Но мне очень хочется купить этот телефон. И плюс цена очень хорошая. То есть разница между моим S21, за что я могу его сейчас продать, разница, купив этот S21 Ultra, да, чуть больше 100 долларов, буквально 120 долларов. И я понимаю, что, естественно, как это упустить, такую возможность мне купить этот телефон. Тем более, что в моем городе такая модель продавалась. Я там пыталась торговаться. Он продает за 2 350. Свой я сейчас могу продать где-то за 1700. Договориться у нас по цене не получилось. И я понимаю, что переплачивать особо смысла нет. Через год я потеряю на покупке S21, так как я его покупала в салоне с выходом S22. Плюс терять сейчас, добавлять на тот S21 Ultra особо смысла нет. Поэтому пока цена хорошая, беру, потом буду дома. Я уже в Минске. По времени как раз успеваю. Время 8.10. Вышла на станцию метро Могилевская. Подземным транспортом доберусь быстрее. Мне ехать на Конечную до Каменной горки. Ехать 27 минут. На улице туман. Думала, немножко опоздает маршрутка. Но пока успеваю. Как раз у меня полчаса. Этот влог получился какой-то быстрый, наверное, достаточно скучный. Телефон я купила. Было все отлично, все идеально. Как раз дата покупки 25-го, 11-го в официальном салоне. В официальных салонах он стоит 3 700 белорусских рублей. Я его купила, грубо говоря, за полцены. Я прекрасно понимаю, что за эту же сумму я продам айфон 12-й. И у меня будет новый телефон. S21 Ultra. Цвет красивый, который я хотела. Также в подарок еще дал оригинальный силиконовый чехол. Я себе покупала такой же на S21. Чехол мне этот обычный прозрачный силиконовый. Он у меня быстро пожелтел. Мне он не особо понравился. Быстро посмотрела. Телефон в идеальном состоянии, в новом состоянии. По документам ему вчера было 2 дня, сегодня 3 дня. Пользовался тоже 2 дня. Хотел поменяться на 12 Pro Max, либо 13 Pro Max. То есть он как пользователь айфона говорит, что Android ему неудобен. У меня же наоборот. Быстро доехал до метро. Уже иду в ротку. Здесь уже украшают здание. Уже стоит елка возле ЖД вокзала. А я иду, заказала. И у меня сегодня еще в 12 часов театр. Как раз успею и в театр. В 10 я выезжаю. В 12 я буду на автовокзале в Бобруйске. Но выходить я буду не на автовокзале. Выходить буду примерно за 5 остановок. И как раз рядом находится театр. Так что сегодня у меня быстрый, хороший день. С удачными покупками. Приду домой. Но это будет уже, наверное, ближе к вечеру. И покажу телефон. Еще писала в комплекте, что кубик отдаст в подарок. Но кубик в подарок он не отдал. Он по цене сторговался. Поэтому кубик у меня есть. Ничего страшного. Я уже дома. Вкратце покажу комплект. Вот такая красивая коробка. Телефону 2 дня. Вот это вот уже наполовину содрано. Красивый перелив. Красивый. Открываем. Телефон. Снимаем чехол. Цвет мне очень-очень нравится. Так, протру. Вот в таком он цвете. Переливается. Цвет красивый. Такой большой блок камер. Для сравнения. Вот мой S21. Ощущается таким маленьким. Вот для сравнения 2 эти телефона. Спинка здесь стеклянная. Здесь пластиковая. И, наконец, закругленный дисплей. Я люблю закругленный дисплей. Закругление не очень большое. Так как я хотела этот телефон именно в этом цвете, у меня какое-то приподнятое настроение, радость покупки есть. Но вообще восторга у меня было больше, когда я покупала Note 20 Ultra. Здесь такого восторга нет. Сделала я два кадра. Ставим максимальную яркость на двух смартфонах. Сделала я буквально два кадра. И если мы будем приближать, то именно съемка здесь мне больше понравилась на S21, не Ultra. По детализации, по четкости, отрисовке глаза, если мы смотрим на свитшот, то видим, что лучше прорисовка ткани на S21, не Ultra. Кстати, на Ultra больше шим, чем на S21. Что-то с камерой я ожидала чего-то большего. Сейчас я буду ходить с S21 Ultra. Кстати, ходила я сейчас в OnePlus 8. Три раза ставила сим-карту и появлялся какой-то смартфон, который отснять нужно было быстрее. Поэтому по OnePlus я не знаю. Я планировала снять на него обзор и также сравнить с S20 FE. Если у меня не будет получаться, и я буду понимать, что у меня будет лежать долгое время впустую, я его, естественно, буду продавать. Я не буду ждать несколько месяцев, пока до него дойдет очередь. Сейчас буду ходить с S21 Ultra. Потом будет сравнение с S21. Есть ли огромная разница в камере? S21 Ultra я не увижу. Также к минусам можно отнести, что этот смартфон большой и тяжелый. Обычный мой штатив, на который я снимаю все мои видео, уже Ultra выдерживать не будет. Я буду в этот раз снимать на вот этот штатив. Это штатив для света. Также к нему крепление идет вот такого плана. И буду смотреть, как он, вот крепление, сюда фиксируется и можно здесь ставить телефон. Если будет какой-то перевес, то, естественно, этот телефон я себе оставлять не буду. Пока хочу себя оставить, пока мне этот телефон нравится. Я надеюсь, что все-таки в камере я увижу разницу, за что здесь идет переплата. Давайте посмотрим, что в комплекте. В комплекте кабель, документы, скрепка и наклеенность завода, защитная пленка. Все, в комплекте больше ничего нет. Комплект такой же пустой. Странно, что пустой. Нет вообще, да хотя бы силиконовый чехол положили, я не знаю. Учитывая цену этого смартфона, кстати, я немножко с ценой ошиблась, цена здесь 3 850 белорусских рублей. А не 3 700, как я говорила ранее. Цена большая, а комплект такой же пустой, как и в S21. Странно. Ну а на этом все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и обязательно пишите ваши комментарии. Всем пока-пока.